Мы всех приветствуем Рафу Ришерке «Святости природа» и наша сегодняшняя тема – это вегетарианство. Итак, будем разбирать сначала моральный аспект употребления мяса. Вегетарианство существует такое современное мировоззрение, как вегетарианство, оно при этом уходит корнями глубоко в древности. Состоит оно в том, что человеку не следует употреблять мясо. Основной мотив этой точки зрения скорее не медицинский, а моральный. Выпотребление мяса предполагает убийство животных. Поэтому человек, будучи живым существом, не должен отнимать жизнь у других живых существ, чтобы питаться и их плотить. Такова в двух словах идеология вегетарианства. Теперь мы разберемся с корнями этой идеологии. Итак, согласно книге Берешит, первому человеку не разрешалось есть мясо. И только после потопа Всевышний позволил есть мясо Нуаху и его потомкам. Итак, Адаму было сказано, вот цитата. Вот я даю вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Это будет вам в пищу. То есть Бог разрешает первому человеку есть любые растения, травы и плоды деревьев. То, что мы называем овощи и фрукты. Однако Нуаху было сказано... Пинхас, не слышно? Все окей, я с вами, все окей. Однако Нуаху было сказано другое. Все движущее, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную я дал вам все. Только плоти при ее жизни, крови ее не ешьте. То есть потомкам Нуаха было разрешено есть мясо с определенным ограничением. Не есть плоти при жизни ее. То есть мясо животного, пока оно живо. Этот запрет называется часть от живого. И возникает вопрос, почему потребление мяса было разрешено в поколении после потопа. Что послужило причиной этому. И есть два основных подхода к этому вопросу. Согласно первому, разрешение есть мясо свидетельствует о моральном падении мира. А согласно другому, наоборот, это признак морального возвышения. И дальше мы будем разбираться с обоими подходами. Если нет вопросов, сначала мы разберем позицию, что употребление мяса – это моральное возвышение. То есть, что человек поднялся на определенный моральный уровень, и поэтому ему было позволено то, что не позволено раньше. То есть, есть мясо. Итак, начнем мы с комментариев Нахманида, Рамбана на Берешит. На вот эту строчку, где Адаму было сказано есть всякую траву, сеющую семя. Я дал вам всякую траву, сеющую семя. Не разрешил Адаму и его жене убивать создание. Когда пришли сыны Ноха, разрешил им есть мясо. И когда они согрешили, всякое плоть извратило свой путь на земле, и был вынесен приговор, что они погибнут в потопе. Имеется в виду все живые существа, которые были до потопа. Человек, а также все животные. Но за слугу Ноха животные были спасены, и поэтому разрешил закалывать их и есть, так как обязаны ему, то есть Ноху, своим существованием. Согласно взглядам Нахманида, животные были спасены благодаря человеку, то есть Ноху. Поэтому животный мир должен платить человеку дань, поскольку человек спас их от гибели. Поэтому человек может их теперь есть, поскольку они обязаны ему жизнью. Отсюда следует, что разрешение питаться мясом означает не моральный упадок мира, а наоборот. Праведность Ноха позволила разрешить всему человечеству питаться мясом. То есть заслугу праведности Ноха были спасены животные, и теперь животные обязаны всему человечеству, после Ноха, жизнью, и человек может их закалывать и есть. Это также согласуется с идеей в Талмуде, что после потопа есть особая связь между моральным уровнем человека и тем, может он есть мясо или нет. Итак, цитата из Талмуда. Учили, что Раби говорит необразуменному человеку, то, что называется Амга-Артс, необразуменному в Торе имеется в виду, запрещено есть мясо. Как сказано, это Тора о скотине и птице. Поскольку Тора о скотине и птице, то тому, кто занимается Торой, разрешено есть мясо, скотина и птица. А тому, кто не занимается Торой, запрещено есть мясо, скотина и птица. Это конец цитаты из Талмуда, который говорит о том, что зависит от уровня человека. Если он занимается торой, то он может есть мясо. Если он не образованный, то не должен. То есть недостоин есть мяса из-за низкого морального уровня. А такой праведник, как Ноах, который поднялся с уровня животного на уровень полноценного человека, он имеет право есть мясо. Согласно этому подходу, вегетарианство – это всего лишь древний отсталый этап морального развития человека. К этому разобрали первую позицию, согласно которой разрешение есть мясо – это свидетельство морального возвышения человека. Есть какие-то вопросы, комментарии? Ну, прямо скажем, здесь нет возвышения морального уровня человека. Ни в том, ни в другом. Потому что в первом варианте – это в заслугу. То есть вы мне обязаны с существованием, поэтому могу вас съедать. Это не значит, что Ноах, что это человечество возвысилось. Он спас животный мир, вот животный мир ему приносит жертву. А второе тоже – это не значит, что это возвысилось человечество. Это просто означает, что тем, кто не образованный, ему вообще нельзя мясо есть. То есть можно есть только тем, кто продвинут. Но это совсем не значит, что человечество продвинулось. Это разные вещи. Ну да, согласен, довольно-таки сложно здесь эту связь проследить. Окей, хорошо. Можно отметить в примечаниях это самое, к тексту. Здесь скорее этот аспект. Итак, теперь разберем второй подход. Употребление мяса как моральное падение. Другое объяснение разрешения есть мясо мы находим в статье Рава Кука «Ведение вегетарианства и мира», которую составил его ученик Рав Давид Коэн Назир. Нет, нет, нет. Что, он составил «Ведение вегетарианства и мира»? Да, так написано. Он составил статью. Окей, я не знал. Мне казалось, что это самое. Ну хорошо. Он сам был вегетарианцем, Назир. Да. Да, это надо отметить, что это была тема важная. Но на основании… Окей, то есть это он составил на основании дневников Рава Кука? Ну, как я понял, да. Хорошо, понял. Итак, цитата из Рава Кука. Да, довольно непростая. «Но увидела божественная мудрость, что человек пал со своего морального уровня, и пока он не взойдет на эту ступень, пока не очистится, не обретет истинное нравственное сознание, недоступен ему моральный уровень осознания суда над животными». Вот это мне не очень понятно, да? Акарат Мишпатам. Там… С тем, что это падение. Нет, нет, это здесь не про падение. Здесь как раз просто продолжение идеи, почему нельзя необразованному человеку есть животных. Только здесь не необразованный, а не недостаточно морально продвинутый. Это параллель к предыдущему, только если там в геморио речь шла об образованности, то занимается торой. То есть здесь речь идет о его духовном уровне. То есть в том плане, что он не имеет права как бы их приговаривать к смерти, да? Нет, нет, нет. Здесь наоборот. Это наоборот. Если человеку низкого уровня не заповещено вегетарианство. Это параллель к предыдущему в противоположном значении. Там было сказано в геморе, что тот, кто необразованный, ему заповещено есть мясо. Здесь наоборот. Тот, кто ненравственный, ему заповещено вегетарианство. Совсем не противоположная вещь. То есть вот это осознание суда над животными запрещено. Да, ему просто запрещено понимать, что такое суд над животными, чем отличается от суда над человеком и вообще все эти детали. Если он нравственно не развит, то он это не чувствует. И поэтому он должен есть мясо. Да. То есть иначе будет хуже. Дальше это подробнее разбираем. Это написано прямо четко в цитате Болдом внизу. Ну, это уже как бы Раф Шаркета объясняет. Хорошо, окей. Окей. Раф Кукты сам считал наоборот, что вегетарианство... В отличие от противоположного позиции. Да? Слышно меня? Да, да. Сейчас, да. Итак, продолжение цитаты из Рафа Кука. «Как нелепо, будучи нечистым, протягивать копыток к далекому пути добродетеля, проявляя милосердие к животным, как будто исправил уже отношения с людьми, созданными по образу Божьему, как будто поставил все на места и скоренил власть злодействия, лжи, ненависть между народами и соперничество между нациями, расовую вражду и семейные распри, ведущие к многочисленным жертвам и рекам крови». То есть, получается, пока человек не исправил отношения между людьми, для него аморальность проявлять милосердие к животным. Нет, нет, здесь не о милосердии. Потому что, когда идёт о, например, запрете жестокости по отношению к животным, то это всякий должен. И образованный, и необразованный, и передвинутый, и непродвинутый. А он здесь хочет по отношению к животным проявить дополнительный хэсэд, больший хэсэд, чем эта норма. Ненормативный хэсэд. И поэтому не лезь со своим ненормативным хэсэдом по отношению к животным, пока ты не исправил необходимый нормативный хэсэд по отношению к людям. То есть человек должен заниматься отношениями с людьми, исправлением этих хэсэд. Нет, если он совершенно чудовищно относится к людям, то пусть не лезет в тех, кто якобы слишком хорошо относится к животным. Конечно, что нелепо, будучи сам таким плохим, проявлять не милосердие к животным, а излишнее, сверхнормативное милосердие к животным. И авгук имеет в виду. Это можно добавить просто в перевод, потому что это имеется в виду. Само по себе милосердие к животным нормативное, это очень хорошо. Сверхнормативное скобочек. Хорошо, продолжаем. То есть, по мнению Рава Кука, разрешение есть мясо во времена Ноаха вовсе не является показателем морального прогресса человечества, а наоборот. Из-за морального падения человеку было позволено есть мясо. И тогда употребление мяса служит своего рода защитным клапаном, предохраняющим от инстинкта жестокости, который все еще остается в человеке. И поэтому, пока человек не исправил свое поведение, ему запрещено воздерживаться от употребления мяса, поскольку, если он откажется от забоя животных, то в конце концов будет проявлять жестокость к людям. Далее Рав Кук развивает свои мысли и описывает, что может произойти, если вегетарианство станет принятой обязательной нормой в неисправленном мире. Цитата из Рава Кука. «Если бы моральные обязанности по отношению к животным действовали среди людей, не достигших морального совершенства, это привело бы ко многим бедам и задержке развития человеческой морали. Ибо стремление к добру и справедливости в человеке ищет своего места, и стучится иногда в сердца злодеев, заставляя их искать, чем утолить свою естественную жажду справедливости. Иногда жестокий злодей выбирает себе моральное дело и с радостью творит справедливость, чтобы успокоить этим угрызение совести и естественное чувство вины, терзающее его изнутри. И если бы забота о животных считалась принятой формой справедливости у людей и сопровождалась бы набором моральных обязанностей по отношению к ним, пусть даже только запретами, тогда мы встречали бы множество злодеев, ищущих добычи, как хищные волки, безжалостно убивающих людей, а когда их смущала бы совесть, они успокаивали бы ее заботой о животных. Конец цитаты. Чтобы проиллюстрировать слова Рава Кука, представим себе, что Тора приравняла бы убийство животных к убийству людей. Это привело бы к тому, что люди придавали бы жизни животных такую же ценность, как жизни людей, и, следовательно, не различали бы между убийством животного и убийством человека. И такой мир был бы благодатной средой для процветания злодеев, которые из удобства выбирали бы вегетарианство и успокаивали бы свою совесть, проявляя милосердие к животным. А ужасающую жестокость, все еще скрытую в их сердцах, они направляли бы на людей. Негативные отношения Рава Кука к вегетарианству направлены не против тех, кто выбрал такой образ жизни, а против того, чтобы делать вегетарианство обязательной нормой для всех. Сам Рав Кук не был вегетарианством, но его ученик Рав Давид Коин воздерживался от употребления мяса всю жизнь. Итак, мы видим два разных взгляда на разрешение есть мясо. По мнению Рамбана, употребление мяса отражает моральный прогресс человечества, а Рав Кук считает, что разрешение есть мясо было вызвано моральным упадком и является лишним зрелым этапом развития человечества, которое в будущем придет к вегетарианству. Есть какие-то вопросы? Здесь нет, все совершенно понятно. Так, теперь разберемся, что говорит Тора в употреблении мяса. Итак, в стихах Торы существует определенное напряжение между прославлением мясоедства, скажем так, и воспринятием его как морального упадка. Вот у нас книга Ваекра, «Всякий из дома Израиля, кто зарежет быка или овцу или козу в стане, или зарежет вне стана, и ко входу шатра собрания не приведет, чтобы принести в жертву Господу предскиней Господь. Кровопролитием будет считаться это тому человеку. Кровь пролил он, и истребится тот человек из среды народа своего». А здесь речь идет о человеке, который зарезал животное не для того, чтобы принести его в жертву Всевышнему, а для того, чтобы поесть его мясо. Тора относится к такому поступку с большой строгостью и сравнивает зарезавшего животное с убийцей человека. Он пролил кровь. Да, здесь так написано. Та же самая Тора, которая заповедует приносить в жертву животных, для чего, разумеется, нужно их зарезать. Та же самая Тора категорически запрещает резать скот для других целей, например, чтобы есть их мясо. Это был определенный период в пустыне. И мы об этом читаем прямо в книге «Воигра». Из этого отрывка видно, что Тора ограничивает употребление мяса в повседневной жизни, если это не связано с жертвоприношением. Жертвоприношение позволяет есть мясо. Если человек хочет есть мясо, он приносит жертву. Точнее, не совсем так. Он приносит жертву, это его главное намерение. И он ест мясо. А просто так, ради желания, на этом этапе Тора не разрешает. Когда она будет разрешать, мы чуть дальше разберем. И похожие отношения к употреблению мяса не в рамках жертвоприношения, то есть к повседневному употреблению мяса ради удовольствия. Мы находим в книге «Дворим». Еще одна цитата из «Дворим». «Остерегайся, чтобы не возносить все сожжения твоих во всяком месте, но только в месте, которое изберет Господь. Там возноси все сожжения твои. Не можешь ты есть во всех вратах твоих десятины хлеба твоего, вина твоего, елея твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего. Но только перед Господом Богом твоим будешь есть их в месте, который изберет Господь Бог твой». Здесь тоже Тора устанавливает четкие условия для употребления мяса. Его следует есть в святости, как часть жертвоприношения, именно в Иерусалиме. Если у нас в Икра говорилось про ситуацию пустыни, мешкана, то здесь уже говорится про ситуацию, когда есть храм в Иерусалиме. И далее Тора расширяет рамки разрешения на употребление мяса. В той же самой главе, там же вдворим, Тора описывает географические условия. Разрешение есть мясо для удовольствия. И это описание изложено в двух стихах, которые внешне похожи. Давайте рассмотрим их и обратим внимание на разницу в формулировке. Это два стиха, которые идут подряд, но в них есть определенный нюанс. Итак, «Когда расширит Господь Бог твой, пределы твои, как Он говорил тебе, и скажешь, поел бы я мясо, ибо пожелает душа твоя поесть мясо, то сколько угодно душе твоей ешь мясо. Если далеко от тебя место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить имя там свое, то зарежь из крупного скота твоего и мелкого скота твоего, которого дал тебе Господь, как я заповедовал тебе, и ешь во вратах твоих по всякому желанию души твоей». То есть тут совсем другая ситуация, другая мотивация. То есть здесь можно по всякому желанию души твоей. Понятно, с определенными условиями. Здесь Тора разрешает резать скот и есть его мясо также за пределами Иерусалима. Из этих стихов также видно положительное отношение к употреблению мяса для удовольствия. Как сказано здесь, сколько угодно душе твоей ешь мясо. Однако, если мы внимательно рассмотрим оба стиха, то видим, что каждый из них выражает разные отношения к позволению есть мясо. В первом стихе, вот, когда расширит Господь пределы твои, разрешение мяса обусловлено позитивным процессом разрешения расширения границ. Население растет, возникают новые поселения, да, и поэтому далеко как бы идти до Иерусалима. Второй стих, который, если далеко от тебя место, наоборот, подчеркивает удаленность от храма. То есть, у расширения границ есть негативные стороны. Удаленность от источника святости ведет к росту желаний удовольствия. Из этого можно сделать вывод, что повседневное употребление мяса имеет два аспекта. Одни едят мясо из-за удаленности от храма, то есть, от источника святости. И это стало причиной их морального падения. Они далеко от источника святости, у них растут желания, удовольствия, и поэтому они едят мясо. Другая ситуация, другие едят мясо как выражение расширения святости, которое теперь включает в себя и повседневное питание. То есть, мы видим две категории, как моральное падение, удалились от святости, возникло желание насладиться вкусом мяса. И наоборот, святость расширяется, и поэтому то, что было запрещено в пустыне, теперь разрешается. То есть, это принцип расширения границ и включения повседневного питания в святости. И эти две категории соответствуют двуморальным уровням, о которых говорит Рамхаль в книге «Путь праведных» Мастилат и Шарим. Это уровень чистоты и уровень святости. Чистота это строгое выполнение положительных и запретительных заповедей во всех деталях. Такой человек считается праведником, однако, когда он ест, в этом нет особой святости. Он ест просто, чтобы поддерживать свое телесное и душевное здоровье. Другой уровень это святость. И человек на этом уровне находится на более высокой ступени. Он ест не только для поддержания здоровья. Он живет в мире, где духовное изобилие настолько расширяется, что даже обычный акт приема пищи обретает святость. Подобно тому, как расширение границ повседневное питание включается в святость. И это мы разобрали позицию Торы о двух этих видах понимания мясоедения. Есть какие-то комментарии? Так, есть ли вопросов и комментариев нет? Нет, нет, есть, есть, есть. По-моему, это совсем не позиция Торы. Это ДРАЖ, который, по-моему, то есть ДРАЖ имеет право назвать это позиции Торы никак не по-прямому тексту Торы это вопрос удаленности от храма в том смысле, что можно есть хулин, а не кодыш. Вот что такое здесь. То есть прямой смысл такой. В книге ВАИК, кажется, запрещается есть мясо, которое не принесено в жертву. То есть хочешь мясо, иди бери животное, приноси в жертву, и это шламима изумеется, и произноси кусочек на жертвеннике, отдай кусочек когену, остальное, основную часть, естественно, там сок 90%, ты можешь есть. Это кодыш, то есть шламима. А здесь вот вот именно Африка, да, правильно, спасибо. А в дворим ситуация другая. Человек удалился, поэтому всесожжение ты можешь приносить только там, где храм, но поскольку ты далеко, то ты можешь есть мясо и нет только жертвоприношений. Вот что. То есть здесь отменяется запрет из книги Войка в связи с завоеванием страны Израиля. Книга вся дворим в той законе это книга страны Израиля. И она в пустыне не может быть реализована. И поэтому здесь как раз это не удаление от источника, что он стал хуже или стал лучше или стремиться. Это по прямому смыслу Тореда просто разрешение есть мясо не жертвы. Не перся его в жертву. Теперь другой вопрос, что мы можем сделать здесь дополнительный ДАЖ. ДАЖ из двух соседних стихов, что есть разные флорировки, и это мы можем навесить на это ассоциацию удаления святости или стремления к святости. То есть все правильно, только это не Тора сказала, это ДАЖ. Это наш комментарий. Не на смысле текста. Ну да, мы разобрали как бы цитаты из Левит и Второзакония и ДАЖ Рава Шеркина. Окей, да, если это ДАЖ, тогда пожалуйста. Но не Тора говорит. Это не мясо для удовольствия в Торе, а ситуация разрешения есть мясо не принося в жертву. Она возникает, когда есть храм. Она возникает не когда есть храм, она возникает когда-то далеко от храма. Что ты находишься далеко. Только это возникает. Храм в пустыне тоже есть. По-моему, заголовок это не мясо для удовольствия, это разрешение есть мясо, когда в храм пойти невозможно. Мне кажется так. Понимаешь, да, в чем разница? Ну да, но мы же разбираем самого мясо для удовольствия, можно его есть или нет, и как относятся к этому Тора. Но у нас выше тоже было мясо для удовольствия. И оно было запрещено. Нет, ничего подобного. Вот, пожалуйста. Первое, это же тоже мясо для удовольствия. Да. Ну, чем же отличается это неудовольствие? Тоже удовольствие. Он должен зарезать ее, то есть, хоть удовольствие от мяса, зарезает правильно, правильно. Не сказано нельзя зарезать, а нельзя зарезать без принесения ко входу шатер с проборным. Понимаешь, поэтому это ограничение на употребление мяса в пустыне. Ну, первое, это ограничение на употребление мяса в пустыне, а второе, это ограничение на жертвоприношение не в храме. А это разрешение есть мясо, которое не приносится в храм. Вот что здесь. При заголовке он, мне кажется, скорректирован. Значит, разрешение есть мясо в удалении от храма. Нет, не принося в жертву. Технически это при удалении от храма. Кстати, да, интересно, что здесь, когда уже есть такое расширение, то и рядом с храмом можно есть храм. Даже если ты можешь. хотя из стихов здесь непонятно, кстати. Да, второе можно убрать. Просто второе. Да, интересно, интересно, что если просто будем читать эти два стиха, то первый говорит, что мясо это хорошо, но не сказано. детально, а второе это если далеко, то заешь и ешь хулин, а вот если близко, то здесь остается вопрос. Галактически Толгут решает, что можно во всех местах есть хулин, но по тексту не очевидно, что это во всех местах. Ну да, по тексту только если далеко. Конечно, да, 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 а первое сказано, хочешь есть мясо, ешь мясо, но не сказано, это хулин должно быть или это самое. Второе, как-то очевидно, что в нем ешь в ретах твоих, это и значит, что это хулин. А первое, непонятно, это хулин относится или к славянам. Можно одну вещь сказать? Да. У меня как-то все время такое ощущение, может, у наших слушателей тоже кто-то меня поддержит, либо наоборот. Мне кажется, что у нас происходит некоторое совмещение, правильно это как-то разделить. Когда с одной стороны мы говорим о поедании мяса, современный человек, но это совершенно не связано с условиями храма, это больше связано с некоторым пониманием куманности, скажем. Куманность в том, что неправильно кого-то убивать для того, чтобы получить от этого наслаждение. Это раз. И второе, по-видимому, некоторый общий момент, когда человек ест, то, что он поедает, становится его частью, а если есть животное, становится его частью. Вся эта штука. С другой стороны, когда мы говорим, что приводятся цитаты истории, общий дух Торы, такое ощущение, что Тору мало волнует первое, что я сказал, что может волновать нас. Тору волнует не сама проблема о том, что человек будет убивать живое существо для того, чтобы существовать, получать удовольствие и все. Единственное, что есть совершенно ограничения, как это надо делать. И это совершенно четко. И, наверное, эти ограничения не только по отношению к мясу, а не по отношению к другим видам, что это приношение. Но это по-моему разделение. Потом второе, что я хотел сказать, мне кажется, основная борьба сегодня против употребления скота в мясо, насколько я понимаю, она концентрируется в двух вещах. Первое, это регуляция того, чего, конечно, раньше не было. А именно, совершенно чудовищных по своим условиям перевозки скота из места их выращивания, я не знаю, Арментины куда-то, до места там, где их завивают. Вот эти, мишлохим, то, что называется на иврите, вот эти транспортировка, она, она чудовищная, можно сказать, не человеческая, совершенно не животная. Они там находятся в диком состоянии, то есть ее пятый десятый. И то же самое, что, кстати, происходит по отношению к курицам. Окей? Я не знаю, как в других странах, наверняка, то же самое западное. Я просто часто это видел, да, когда видно, что с курицами, точно так же. Сейчас у каждой курицы у нее должно быть определенное мирхафа, место там, и пятый десятый. То есть это общее отношение к тому, как вести себя к тому, кто не может тебе это выразить, но понятно, что ты причиняешь этому боль. И второй момент по отношению к скоту. Это, конечно, забой. Вот это интересный момент. Почему, например, на Западе, на Западе какой-то орган Евросоюза, да, известно, что в части странах запретили кошерный убой скота, потому что считают, что он, можно сказать, негуманно, не соответствует современному уровню морали. Вот я знаю, что про это говорят. Вот это то, что я хочу сказать. Мы тебя не слышим, у тебя выключено микрофон слыхало. Да. Во-первых, я с тобой совершенно согласен, что Тарас здесь, в данном месте, абсолютно не занимается вопросом моральности самого убийства животных, а занимается только вопросом, каким образом это можно или нельзя делать в прайме или нет. Это я согласен. Но выше у нас был этот вопрос, что аморально убивать животных человеку, который там не толмит хахам. Это было, это все-таки цитата, но это не Тара, конечно, но это Гемара, если не ошибаюсь, да? Вот. Да-да-да, было здесь. Да-да-да, вот. И теперь, да, необразованному речь, да, вот Гемара, Псахин. Да, вот, но, конечно, вопросы, которые ты говоришь, которые современность ставит, я с ним согласен, что еврейская традиция их ставит гораздо меньше. Это совершенно верно. Вопрос в том, что в современных условиях должны ли мы как-то пересмотреть. вопрос про шхиту, она гуманная или нет, это отдельный вопрос, важный, я согласен, но это отдельная тема, не знаю, есть ли это у Рава Шерки. Вопрос про перевозку, про перевозку, я согласен, что это действительно проблема, я здесь недавно встретил книгу, я не читал, а только аннотацию, прочел раба-профессора Шпербера на тему вегетарианства, ну, у него там раздел книги вегетарианства, и он об этом пишет прямым текстом, что то, что вот эти ужасные условия, они вообще должны нам сказать, что нынешняя шхита некошерна, по прямому тексту, то есть условия, в которых работают шхиты, когда все это недостаточно проверяется, то есть промышленная шхита со всеми перевозками и накладными таскодействиями, она вообще некошерна по глохе, он считает, и поэтому нужно, если не становиться вегетарианцами, но хотя бы ограничить мясо, то есть те вопросы, которые ты поднимаешь, они безусловно важны, и они безусловно отражаются у современных храминов в их книгах, но здесь на уровне тары это не отражается, потому что тогда не было этого аспекта, его нет, а в еврейской традиции современный, он есть, в этом случае я с тобой согласен, это действительно важный вопрос, технически я вот вначале сказал, этого нет как бы записи, но это не важно, дочка нашего знакомого, она со степенью, не знаю, вторая или третья степень, она занимается в лаборатории вот как раз вопросами выращивания этого культурного мяса, то есть которое не от животных, а которое выращивается из пробирки и что-то такое, вот как бы мое ощущение было такое, что раньше сколько-то времени назад, ну я, например, считал, что это вообще только вопрос времени, когда все будут завалены, вообще говоря, слоевым мясом, вообще все станут поиски дня, оказалось, что это нет, она, что технически оказалось, что это очень дорогостоящий процесс создать мясо, которое по вкусовым качествам похоже на наше, прежде всего, почему? Потому что нормальное мясо, которое взято от живого организма, оно все, оно все, как бы, шахово слоями, оно все пронизано кровью, и поэтому, как бы, его сочность для тех, кто в теме, да, вот, а все, что они делают, как бы, искусственный способ, точно-то, он стоит огромное деньги, поэтому сейчас вообще этот процесс, он очень сильно замедлился, и, ну, неважно, мышки им, которые давали деньги, они не хотят давать, потому что было очень много как бы обманщиков, которые говорили, вот через пять минут у вас будет такое мясо, что это похоже, что это надо было. И второе, то, что я хотел сказать, не знаю, как вы ощущаете. Давай первый вопрос ответим. Я считаю, что то, что ты говоришь, это очень важно, это не напрямую относится, но вообще, я лично, может быть, это и сейчас дорого, но, в принципе, такая технология есть. Всякая технология, которая есть, она дорогая сейчас, она не сразу, окей, еще через 10 лет, еще через 20 лет, но я совершенно уверен, что действительно, она победит, и что переход человечества на вегетарианство будет сделан техническим образом. То есть, это мясо искусственное, я не сказал, культурное, мне немножко сложно такой в термин, я знаю, что имеется в виду культура выращивания клеток, но слово культурное не теми ассоциациями обладает, поэтому лучше искусственное. Так вот, искусственное мясо сегодня до Яргоя действительно не так быстро делается, как хотелось бы, но я совершенно уверен, что будущее за ним. То есть, безусловно, это будет, и как только это станет достаточно дешевым, все обычное мясо совершенно исчезнет, потому что исчезнут все эти фермы, исчезнут выращивание животных ради, так сказать, убийства, и тогда все совершенно изменится. Поэтому это верно, с моей точки зрения, это безусловный путь к возвращению в райский сад с помощью технологий. И я это очень приветствую, очень-очень поддерживаю, очень надеюсь, что это будет сделано как раз ко времени, когда надо будет восстанавливать храм, так чтобы не понадобилось там делать животные жертвы и нарушения, но это не относится все-таки напрямую к тому, чего мы учим, а в целом очень интересно. Окей, последнее замечание. Мы все-таки видим, и вот это, видимо, средство, Александр Иванович, по Израилю думал, что это во всем мире, во всем мире, наверное, еще больше, среди американской ортодоксии и так дальше. Вообще, исходя, наверное, из принципа того, что все, что разрешено, оно разрешено. То есть не надо сокрещать, это типа идти по пути Назира. Есть разрешено, значит разрешено. Неправильно сужать разрешено. Вообще, я не вижу каких-то борьбы среди религиозных за, вот, или во всяком случае, обсудить те вопросы, которые мы обсуждаем. Вопросы вообще не обсуждаются. Если это кого-то волнует, это волнует совершенно нерелигиозную часть, опять же, исходя из общей, как бы, адженды, которую мы понимаем. Экология, это отношение, 5-10. Окей? Поэтому вот это вот тоже интересный момент. почему как бы то раскладывается в ту же самую схему. Да. Ну, ты знаешь, я сам, как ты знаешь, много лет был вегетарианцем, и я перестал быть вегетарианцем только из-за медицинских соображений, что мне это запретили. Вот. Но вообще я считаю, что вегетарианство это очень правильная моральная вещь и очень, так сказать, достойная. Но когда я был вегетарианцем, я совершенно не занимался пропагандой вегетарианства или продвижением вегетарианства. Это другой вопрос. Да, мне это кажется совершенно не первой вещью, не срочной вещью, а мне сам придет постепенно, я считаю, что я должен был заниматься другими вещами. Вот экология это действительно большой недостаток, что религия не называется экологией. А то, что религия не продвигает вегетарианство, это вопрос. Потому что, ты видишь, здесь есть мнение, что не нужно продвигать вегетарианство, что не должно быть нормой для всех. Такое мнение тоже есть. Поэтому мир постепенно придет сам. Это продвигать не нужно. Ворваться за это не нужно. Окей. Ну, понятно, что сами скоты, в том числе те же самые коровы, они проиграют на процессе вегетарианства. Не, не, послушай. Их гораздо меньше будет просто, их не надо будет такое количество. Да, там что проиграют? То есть, они не будут рождаться, и все. Ну, что проиграют? Коровы, которые сейчас проживают какое-то время, на это проживать не будут, потому что ее просто не будут. Но ее надо будет гораздо меньше коров, грубо говоря. Ну, да, меньше, но те, которые будут, будут вполне себе жить. Правильно, сегодня поголовье коров определяется не желанием коровьего стада, а потребностями человека. Поэтому это неестественное поголовье. Поэтому, да, эта неестественность уберется. Останется коровы естественно живущие. Очень может быть, что, кстати, ну, не проблема, вообще вопрос вегетарианства и поедания животных, соответственно, выращивания огромного количества скота, оно напрямую связано с экологией. Это недавно прочет, выглядит как анекдот, но тем не менее, это так. В Дании введен специальный налог, как бы так сказать, да, лошонокия, налог на выбор с коровами воздуха. Да, ну, понятно, из какого места они выпускают как бы воздух. Да, 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 да. А вот в Дании специальный налог. Может быть, что-то как бы связано одно с другим? Нет, это совсем другая вещь. Это психоз экологический, что нужно запретить коровам там метан выбрасывать, а самолетом, вот налог на самолеты, сейчас все билеты должны стоить на 70 долларов дороже, ты должен платить налог за то, что ты сжигаешь это самое. Это, это перебор. Это, это с этим связано, это связано не с заботой о природе, а с психозом на тему природы, потому что, конечно, это все подтасовка, и все, никакого ценника реальности не имеет. Окей, дорогие коровы. Сумасшедшие, сумасшедшие экологи, понимаешь, которые громят заводы, которые приклеивают себя к асфальту, которые ходят в музеи краску кидать картины, потому что вот человечество не думает, а завтра, значит, природа умрёт. Это просто, мы это обсуждали, это запредельно как бы фанатичное поклонение экологии, которое совершенно не имеет отношения к реальности. Окей. Здесь замечательная фраза есть, что религия экологии состоит в том, что богам экологии приносятся жертву собственной экономикам. Знаешь, они готовы принести жертву экономику ради благосклонности богов экологии. Ну, не знаю, может быть, ледники правда таят из-за того, что коровы не искать не па. Ну и что, ладно, ладно, ну хорошо, послушай, у нас извержение вулкана даёт сотни тысяч раз больше, чем все коровы в мире. А эти извержения регулярно случаются, и остановить вулкан ты не можешь. Наложить на него налог ты не можешь на вулкан, на корову можешь, на вулкан не можешь. Поэтому коров ты запретишь, а вулкан продолжит тебе всё это сделать. Понимаешь? Окей. Может быть, у народа есть какие-то соображения по поводу мясоедства? Да. Так что я, в общем, здесь это относится к психозу. Да. Можно, кстати, провести минимальный опрос среди участников сейчас нашего заседания. Кто потребляет мясо, а кто не потребляет мясо? Да ладно, зачем? Будет видно, как бы, расклад среди его. Да ладно, зачем людей спрашивать? Не надо. Окей. Ну, хорошо, всё. Так, пошли дальше. Рафуков в этом пишет, что вегетарианство это, ну, собственно, вы уже видели даже цитату примерно, это идеал, который запрещено продвигать. Это запрещено продвигать? Да. Потому что он же пишет, что если люди будут, которые недостаточно моральны, то это только усилит зло в мире. Это вегетарианство некий выход, то есть в смысле убивания животных. Это совсем другое. Понимаете, это абсолютно. Поэтому я никак не против любите мясо, ну и прекрасно, и ешьте его. И никакой проблемы с этим нет. Мнение коров нельзя получить. Вот это вот плохое. Окей, да, мнение мук тоже нельзя получить, когда их вообще убивают. Или муновьев, когда они в дом залезли, а ты делаешь им, так сказать, их ядом шикаешь. Понимаешь? В субботу они, в субботу они. Ну ладно, ладно, да, хорошо. Ну, будем. Пошли дальше. Далее, мы поняли, что вы едите мясо, наслаждаетесь, надо пилхосадом. Прекрасно, прекрасно, я одобряю. Я, как вегетарианец, ну я сейчас физически нет, а по сути да. Вот, это вполне одобряю. Не, ну, надо же рассказывать, что там будет искусственное мясо. Не, не будет. Другое дело, когда будет, тогда поговорим. Должен быть кто-то, кто представляет позицию коров, без этого невозможно проводить норму. Спасибо, спасибо. А, окей. Да. И он еще требует дальше, только корову не платил и способный, чтобы ему заплатило общество. Потому что он представляет их интересы бедных. Ага. Да, правильно. Отлично. Пускай за метан борются, все правильно. Вот, 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 ладно, ладно, да. Так, пошли дальше. Так, и теперь поговорим о том, куда все это движется, и как все это будет обстоять в грядущем. Итак, обратимся для этого к статье Рава Цви Игуды Кука о вегетарианстве. Статья рассматривает вегетарианство с широкой точки зрения и углубляется вопрос о взаимосвязи всех творений. Начинает Рав Цви Игуда с Медраша, Шмот Раба. Итак, цитата из Медраша. «Приди и увидь, все творения Бога берут взаймы друг у друга. День заимствует у ночи, а ночь у дня, и они не спорят друг с другом, как люди. Как сказано, день говорит дню. Луна заимствует у звезд, звезды у луны, свет заимствует у солнца, а солнце у света. Мудрость заимствует у понимания, а понимание у мудрости. Творение Бога заимствует друг у друга и живут в мире друг с другом без трудностей». Конец цитата из Медраша. Основная идея этого Медраша это единство мира, которое выражается во взаимосвязь всех созданий. Рассмотрим, например, отношения между сердцем и легкими. Сердце ежедневно забирает кислород из легких, а легкие забирают себе кровь из сердца. Однако, это постоянное воровство, в кавычках, отнимают же они друг у друга, забирают. Это никого не смущает, поскольку и сердце и легкие, которые как бы обкрадывают друг друга. Это две части одного органического целого, тела человека. Поэтому, такие отношения между ними не только не считаются эксплуатацией друг друга, но необходимы для продолжения жизни тела. И на основе этого принципа постоянного обмена веществ между органами одной системы, то есть, мы говорили о теле, также можно это распространить на всю Вселенную. И на основе этого принципа Раф Ягуда объясняет, почему вегетарианстве нет особо глубокого смысла. И вот цитата из Рау Цвейгуды. «В свете осознания единства космологической реальности во всей ее полноте вопрос о потреблении мяса животных должен решаться следующим образом. В отказе от употребления мяса животных действительно есть элемент самообмана или поверхностности. Ведь только под влиянием наших чувств или, скажем, грубости наших понятий мы делаем различия между созданиями, которые называются живыми и теми, которые называются неживыми. То есть, это мы только по своим каким-то понятиям отделили животные на растения неживые и так далее. Вода, воздух. Здесь Раф Си Ягудан ставит под сомнение общепринятые убеждения, основанные на чувствах. Убеждения о том, что животные более живые, чем растения, а растения более живые, чем неодушевленные предметы. Это представление является плодом нашего чувственного восприятия. То есть, только из-за того, что мы видим, как растут деревья, а животные дышат, двигаются, едят, мы делаем вывод, что в том, кто двигается в животном, больше жизни, чем в растениях. А растения стоят на месте. В них меньше жизни, чем в животных, но больше жизни, чем в неживых предметах. То есть, это искажение нашего восприятия. На чем основан критерий, по которому мы разделяем создания? Это Раф Си Ягуда. На чем основан критерий, по которому мы разделяем те создания, которые в ходе нашей жизни мы можем эксплуатировать, кардинально меняя порядок их сил и строить на этом уклад своей жизни, а тех, чей порядок движений выглядит более организованным, и поэтому нам нельзя их использовать для нужд своей жизни. Нет никаких ясных рациональных оснований для отказа употреблять в пищу именно мясо животных. Конец цитаты. Более того, даже если мы примем как истину общепринятую иерархию созданий и согласимся с тем, что животные более живые, чем растения, а растения более живые, чем предметы, все же остается вопрос, почему мы должны отказываться есть именно животных. На каком основании мы определили, что жизненность животных достаточно, чтобы не разрешать людям их есть, а жизненность растений недостаточно, поэтому их можно есть. Рафтси Гудакук пришел к выводу, что невозможно установить, по крайней мере, с помощью объективного разума четкую границу, согласно которой следует воздерживаться от употребления мяса, поскольку неясно каков критерий, по которому люди должны исключить из своего рациона именно животных, а не растения. И после того, как Рафтси Гуда подверг сомнению в рациональную основу вегетарианства, он предлагает взглянуть на эту тему с другого ракурса, который оправдывает вегетарианское мировоззрение. И вот другая цитата, «Все это верно лишь с объективной точки зрения, однако со стороны субъективной морали безусловно есть разница между употреблением пищи животных и других созданий, поскольку животные выражают свои страдания и угнетения более явно». Это как мы говорили, что не можем спросить муху, мнение муки. Здесь Равц иуда уточняют свою позицию. Действительно, с рациональной точки зрения нет оснований делать различия между употреблением пищи в мясе животных, растений и вдыханием воздуха. Все это запрещено или разрешено в равной степени. Если мы смотрим на всю систему, то нет разницы. Мы едим животных, вдыхаем воздух, мы не чувствуем, может быть, воздух тоже страдает, может быть, капуста тоже страдает. На нашем субъективном уровне восприятия к нам ближе животных, мы видим их страдания. По большому счету, все запрещено или разрешено в равной степени. Но с субъективной точки зрения, безусловно, такое различие существует, поскольку, в конце концов, страдания животных воспринимаются нашими органами чувств более явно, чем боль вдыхаемого легкими кислородом или страдания моркови. вырваны из земли. Далее. Далее Рав Цвейгуда говорит о состоянии мира в будущем. Он объясняет, что в будущем создания не будут нуждаться друг в друге. И вот цитата. «И после этого остается место для видения будущего, ибо в то время не будет ни еды, ни питья. Последние дни, наряду с великим и всеобъемлющим космическим совершенством возвысится и придет к совершенству также индивидуальность, и не будет необходимости одной части брать изобилие от другой. Грядущий мир устроен так, что каждый элемент творения будет черпать свою ценность из самого себя. Божественный свет будет проявляться непосредственно в каждом создании. Следовательно, в будущем не будет и вегетарианства, да, то есть поедание овощей, да, оно тоже будет бессмысленным, поскольку все создания будут оживлять сами себя и не будут есть других и не будут съедаемы другими. Таким образом, вегетарианство является важным и необходимым этапом на пути к грядущему миру. Интересно, как в том смысле, что мы отказываемся от одного из источников питания, да, или что мы начинаем осознавать, что это неморально, да, есть кого-то других, да, и в конце этой линии мысли, да, мы должны прийти, что вообще ничего брать как бы извне, да, это бессмысленно, потому что мы перестанем нуждаться как в попитке извне, да, такая получается мысль. И то, что в последних поколениях стало, это продолжение цитаты, то, что в последних поколениях стало более очевидным и общепринятым отсутствие важности или даже вред мяса животных для здоровья человека, возможно, это также, да, вот эта популярность идея вегетарианства, это также соответствует общему процессу совершенствования и развития реальности и человека, то есть, это еще один признак близости конца исправлений. грядущий мир невозможно войти сразу, путь к нему это долгий и постепенный процесс, следовательно, появление вегетарианства в последних поколениях является важной вехой на пути к грядущему миру. У меня все на сегодня. Да, должен сказать, давай немножко назад предыдущий слайд, сейчас, а давай еще один предыдущий, да, вот, мне кажется, что это, то есть, шмот и оба, это все понятная вещь, но то, что пишет овцы Юда Кук, мне совершенно непонятно. Ну, ну, сказать, что это самообман или поверхность, но я бы совсем это не сказал, потому что, если мы, давай, следующий слайд, если можно, Андрей, да, что объективно это совершенно не в этом дело, страдания животных совершенно объективны. Ну, например, здесь вопрос там про кровь. Сам по себе вопрос про кровь не был бы столь серьезным, если бы не было написано в Таре, что кровь это душа. Конечно, Таре напрямую имеет, что кровь это и есть то, что дает жизненность, то есть, Таре душа это не в смысле нашего сегодняшней души, а просто, что душа это жизнь. Но все равно как-то объективно нет различия. Ну, конечно, есть различия. И именно второе, это что такое, когда мы видим, что они стражают, это вовсе не субъективно, это не я лично так считаю, это совершенно объективно все люди видят. Поэтому такое разделение, что это объективно и субъективно, термины мне очень не нравятся. Я бы не сказал, что это объективно, а чисто если не задействовать чувства, так как бы чисто схоластически, да, я бы сказал, первое, а не объективно, не объективно, а схоластически. А второе, это не субъективно, а если задействовать моральные чувства. Понимаешь, да, почему это не является самым субъективным? Ну, рационально, да, с точки зрения и рационального разума. но это и есть схоластически. Абстрактно, да, мышление. Абстрактно, можно сказать абстрактно, да, классический фитнес, нет, не здесь, а действительно, нет, 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 нет. С точки зрения чувств. Нет, с точки зрения морального чувства, а не, а не, не это самое. А первое, и как ты сказал, реально сказал, вместо схоластический, ты хоть более правильно слово сказал. С точки зрения иррациональной, да. Нет, нет, ты еще дальше сказал более правильно. Абстрактно? Да-да-да, абстрактно. Да, это лучше, чем схоластический. Да, вот так будет более совершенно четко. Да, потому что, ну да, за все надо здесь изменить. Не субъективной, а сабстрактной, а не субъективной, а с точки зрения морали. То же цитаты из Рауцей Гудей. Да-да-да, потому что не это имеет в виду, а злообъективной по-русски не это значит и субъективной. Просто лишь с абстрактной точки зрения, а состояния морали нет. Да. Слово субъективной надо убрать. Дальше. Во второй точке после этого да, слово субъективной просто удалить. удалить его просто. И все, да? Да. Да. Окей, это первое. Во-вторых, как бы, я знаю еще всякие цитаты из Рава Цвиуда. Там, например, что и у Рава Кука, кстати, самого тоже, о том, что, например, покрывание крови выражает наше чувство, что неморально убивать животных. и здесь этого нет совсем. То есть, я все эти это не приводит. Хотя, мне бы казалось, что это важная вещь. Как бы другие добавить ответки. Ну, ладно, если нет, так нет. Ну, окей. Все. Хочешь сказать, что ключевое понятие здесь кровь, да? Что у животных есть кровь, Нет, 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 нет. Это один из элементов различия. Дело здесь все-таки не в крови, а в том, что животные выражаются более явным. В этом плане. Ну, это как бы мы видим страдания. Мы не видим страдания моркови. Да, 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 да. Это и есть. Потому что животные нам ближе. Да, 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 конечно, конечно. Поэтому дело не в наличии крови, а именно в том, что мы видим кровь, я бы не стал здесь управлять. Просто это нельзя сказать, что это объективно то же самое. Объективно тоже не то же самое. И в батареи не то же самое. Вот. Окей. Да, ну вот. Большое спасибо. Для меня было очень интересным предыдущий анализ вот повыше о том, что как бы разные отношения к съеданию и вот это подчеркивание Рава Кука, ну, как бы я это знал, но не в таком четком, жестком виде, что медитарянство может помешать. Мне кажется, это важная цитата. Все, тогда замечательно. Тогда с моей стороны все. Может, есть еще вопросы, комментарии? Интересно, мне казалось бы провести некоторое исследование. История вопроса. То есть, мы приводим цитаты из Торы, мы приводим из Мудрецов, Рав Кук и Рав Шетки. И, кстати, развитие этой истории вообще, а именно развитие вегетарианства. История вегетарианства ну, не знаю, в западной мере, скажем, да вообще в мире. По-видимому, это тенденция, о которой мы говорим. Тенденция-то как бы, ну, современная, не знаю. Конец 20 века. Что именно вегетарианство? Вегетарианство? Проблема, проблема еды животных. Такое-такое проблема. Ну, Послушай, до изобретения автомобилей люди ездили на животных. И относились к этому ну, совсем не так, как в современности. было совершенно нормой убивания животных, просто, так сказать, широко, широкое. Сегодня, когда некоторые народы, которые это не осознали, в праздник свой заезжают баранов в городе, просто во дворе, то все в шоке. Потому что это все... Это оставшая часть населения. Ну, да, ну, хорошо, но прямо, скажем, с нашей мейской точки зрения это было вполне нормально. На рынке сидит шой, сидит он, зарезает курицу. И окей. Вот. Но проблема скорее... Да, действительно, в 20 веке все изменилось. Технология, машины, это первое, что изменилось. Что удалило животных. не общались с животными столько, сколько раньше общались. раньше это было как бы нормой иметь свой сад, огород и птичник. Как жили все. Не было... Когда у нас появились вообще продажи животных в таких количествах замороженных в магазинах, привозимых из аргентивы, понимаешь, мясо? Максимум, приваривая, максимум забивали в данном районе и мясник продавал. Но не было такого промышленности. 20 век это промышленность. В 20 веке появилось все промышленности, в том числе промышленное золотомостив. Может быть, это некоторые уродливые аспекты развития общества, технологии и так дальше. Но мне то, что я хотел сказать, интересно, что западное общество, которое, можно сказать, идея христианская, они как-то, чем-то там не вправе, не идеи Торы, они как-то по жизни совершенно не связаны с идеями Торы. Например, будучи за границей, видно, что вегетарианских мест гораздо больше, чем в Израиле. Грубо говоря, человечество развивается без прямого общения с Торой. Но тем не менее... секундочку, разумеется, как же иначе. А почему не наоборот? Люди Торы гораздо больше озабочены вот этими общими вопросами. А люди вне Торы, они должны просто есть, чего смогут, и все, и вообще не волноваться. ответ, ответ, ответ очень простой. Иудаизм только в нашем веке вышел из изгнания. В изгнании вообще было не до этого, а нужно было выживать. Мы только 50 лет находимся на своей боли на земле, еще не освоились до сих пор. Все это время мы были в изгнании и занимались другими проблемами. Это все вытеснялось абсолютно, потому что это не может быть, человек не может заниматься с этими проблемами, когда его состояние жизненное, общенациональное настолько, так сказать, невозможно. Окей, мы были в знании 2000 лет, теперь у нас есть своя страна, мы набросились на мясо. Ну, хорошо, но не все, не сразу, послушай, все. Не сразу набросились, да. Да. Окей. Да. Окей. Тут есть вопрос аллогический. Да. Почему народам разрешается употреблять пищу, мясо и животных, из которых как следует не вытекла кровь? Не понял. Почему народам мира по законам Бнойнох разрешается употреблять пищу кровь, если я правильно понял вопрос? Да. Народам мира запрещено употреблять только это самое это самое, это минахай, совершенно не запрещено это самое. Вопрос минах бритолам точка ру либо точка нет там место для задавания вопросов, можно передать этот вопрос из форума рабинов, который занимается вопросами в Бнойнох. Интересно, интересный вопрос, интересно. Окей. Окей. Всем спасибо. Все, спасибо. Окей, хорошо, всем счастливо, пока. Спасибо. 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 Спасибо.